новая диета ждет всех россиян предложили заменить мясо насекомыми слизни и жуки вот килограмм съеденных членистоногих 5 штук всяких личинок и жучков на каждые 100 граммов есть насекомые в шоколаде в арахисовом масле и во многом другом бог не заповедал нам есть червяков запрет употребления в пищу насекомых и падали записан в священном писании чтобы мы не оскверняли своих душ ибо это мерзость так так Продолжение следует... 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 Оба вида вкусные. По всему миру стали массово вводить новую кормовую базу. Часть людей считают, что таким образом они будут есть полезную пищу и спасут природу. Именно такую социальную рекламу активно продвигают крупные транснациональные корпорации. Для них выгодно кормить людей насекомыми. Личинки вырастают на химии, гормонах роста, на ядах огромными за несколько дней. Не нужно ждать, пока созреет урожай или вырастет скотоводство. Поэтому интерес здесь исключительно коммерческий, под прикрытием благих целей. И естественно, что вся химия, яды, гормональные препараты будут оседать в организмах людей, убивая и отравляя нас с вами. Ну не может этого быть, блин. Ну не может этого быть. Вот официальное опубликование правовых актов. Теперь у них вот это вот двуглавое правительство Российской Федерации распоряжение. Сука, что они там курят? Я вот смотрю, я не знаю, что еще дальше делать-то с этим. Мишустин, этот налоговик, мздоевец, который мзду собирал с народа, теперь еще оно там сидит и нам распоряжается. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень сельскохозяйственной продукции. Смотрим дальше там, какие. Вот теперь надо эти коды, они же все кодируют, вы понимаете? Они все закодируют. Вот, после позиций классифицируем кодом 10.91.10.290. Нам с собой книги надо теперь носить с этими кодами. Дополнить позициям и следующим содержанием. 10.91.10.310. Продукция из мухи черная львинка. Следующее, жиры личинки черная львинка, она еще жирная. Вы понимаете, теперь уже и жиры какие-то там. Мука тонкого помола из мухи черная львинка. Да вы что там охренели, сука? Мука грубого помола из мухи черная львинка. Я не покупаю хлеб, пеку сама на своих, этих, не на дрожжах, а на закваске, чтобы у меня не было говна в доме. Они мне муку теперь, мне теперь муку надо самой еще молоть. Мука грубого помола из мухи черная львинка. Гранулы из личинок мухи. Пюре, блин, деткам где-то подсунут из личинки черная муха. Продукция из мухи черная львинка и прочее. Это вообще муха черная львинка. Я дурею просто. Яйца мухи черная львинка. Еще и у нее яйца есть, блин. Личинки мухи черная львинка живые, охлажденные, замороженные. Да это же жопа просто. Я вам сейчас покажу, как выглядит. Вот это говно. Нам предлагают есть. Я от них отмахивалась. Вот у меня есть такое предложение, блин. Где тут прекратить это широкоэкранное. Вот оно тоже. У меня есть такое предложение. Вот эту всю пиздобратью усадить задницей на муравейник. И хай жопой жрут муравьев и ихних личинок. Они нас хотят накормить мухами. Вот червями. Ёх же ж макарек. Это что же это делается в этой стране? Это какой придурок? Вот это придумал. Вы что там курите? Долбанутые на всю голову. Байстрюки хреновые. Потому что у таких придурков родителей не может быть. Вас какая-то херня вылупила. Мы обязаны читать составы. Да, они обязали производителей писать, что они там добавлены. Но они будут на латинском. Итак, запоминайте. Черви. Мочные, желтые. Тенебрио, молитор. Тараканы, блатадео. Кузнечик, домашний. Ачета, доместикус. Саранча, мигрирующая. Лакуста, мигратория. Черви, буфало. Альфитобиус, диаберенус. Вообще, друзья, уже очень давно нас кормят насекомыми. Насекомыми этих насекомых разрешено добавлять в любые продукты питания. Хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мясные продукты. Любые-любые продукты, даже хлопья для наших детей. Абсолютно все составы теперь нам придется читать. Берегите себя и своих близких. Насколько много паразитарной патологической флоры дадут нам эти насекомые и к чему они приведут. И второе. Любительное действие хитина и хитозана на наш организм. Именно хитин провоцирует врожденный иммунитет человека на выработку потока провоспалительных цитокинов, которые разрушают внутренние органы, провоцируют возникновение таких болезней, как астма, атопический дерматит, рак, системная волчанка, а в хронических случаях приводят к смерти. И согласно исследованиям, именно насекомые – это как такой резервуар с паразитарной патологической флорой, которая насаждается на человеческое тело. У нас и так много проблем со здоровьем, а с этими паразитами у нас нет выхода. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о новой кормовой базе в стране. 10 октября 2023 года в перечень сельскохозяйственной продукции, слушайте внимательно, вносятся продукция из мухи и черная львинка, жиры – личинки черной львинки, мука тонкого и грубого помола из мух, пюре из личинок мух, личинки охлажденные, замороженные и свежие, ну и другая продукция, то есть готовить из личинок будут все подряд. Уважаемое правительство, а почему мы дарим наше зерно странам Африки с доставкой под ключ за бесплатно? И заключаем договор с Китаем о поставках 70 миллионов тонн зерна в ближайшие 12 лет. А извините, собственное население собираемся кормить личинками мух? Сейчас в магазинах можно увидеть пищу из сверчков, жуков, мучных червяков, личинок и других насекомых, добавленных в макароны, хлеб, хлопья и другие продукты. Уже повсеместно заводы по выращиванию червей для обеспечения питанием населения. И явно эту идею продвигает враг Божий. На нашей планете полно пустующих земель, разработав и засеяв которую, можно получить невероятно огромное количество еды. Земля пригодна для сытого существования, все условия для этого есть, Бог обо всем позаботился. Но нам предлагают личинок, букашек, тараканов, будто в пустыне живем, где ничего не растет. Мы же не птички, чтобы клевать этих червяков. Нам говорят, что там много белков. В качестве аргумента указывается, что большинство животных едят насекомых. Например, мучные черви считаются одним из самых распространенных кормовых для животных. Но теперь они едут человека. Но подождите, стойте. Я человек, а не животные. Я хочу сохранить свою Богом данную свободу и свое человеческое достоинство. Мы люди великого призвания. Мы венцы творения, но обесцениваемся в этом безумном мире. Бог не создавал эту еду для человека. Одного вида червей достаточно, чтобы наш мозг послал сигнал тревоги и вызвал мгновенное чувство отвращения. Эта универсальная черта у людей, данная Богом, является не случайным. Если наша естественная склонность кричит нам «нет», значит это не полезно и нам не надо это вкушать. На самом деле, человеческий организм тем и уникален, что его формировал наш творец, и организм имеет защитные рефлексы. Но предпринимаются неоднократные попытки убедить людей начинать питаться личинками червей и призывают людей преодолевать рвотные рефлексы ради спасения планеты. Но опять же, где логика? Зачем себя мучить? У нас огромные площади пустующих земель. Вода и солнце – это бесплатный возобновляемый ресурс и источник для выращивания любых злаковых культур. Нелогичный отказ от семян в пользу червяков. Есть немало обоснованных подходов к решению этой проблемы, но выбирается абсурдное и совершенно нелогичное решение. Учитывая широкий спектр потенциальных продуктов питания, которые могут употреблять люди, почему используется что-то непригодное, отвратительное, чуждое и называют едой будущего? Зачем переходить к чему-то новому радикальному, когда уже есть готовое, совершенное и полезное, созданное для нас от Бога? Наша земля необъятна, плодородная, она накормит каждого за счет богатых морских и земных ресурсов. Вы знаете, когда животных кормили несвойственной для них едой, то из этого вытекали плачевные последствия. Это хорошо известный задокументированный факт. То же самое и с человеком. Совсем недавно пищевая промышленность стремилась как можно строго держать насекомых подальше от пищи. Мы все хорошо это помним. А сейчас наоборот, насекомых целенаправленно внедряют в пищу, запрещая божьи продукты. Здесь исполняется одно из пророчеств последнего времени. Обратимся к Писанию. В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что бог сотворил. Обратите внимание на два момента. Это будет происходить в последние времена. А мы уже живем в это время. Первый момент. Наверное, эту новость видели все. Уже официально давят на людей воздерживаться от мяса в пользу насекомых ради спасения планеты. И начинают ограничивать сельское хозяйство, которое якобы губительно отражается на земле. Уже открыто говорят, что насекомые – это альтернатива зерну. Например, уже продается мука из червей, а не из зерна. А так, например, выглядит уже хлеб из порошка светлячков. Мы можем сами сейчас видеть, как мало натуральных продуктов осталось в магазине. И еще один интересный момент. В последнее время некоторые будут запрещать вступать в брак. Как вы думаете, как это связано с нашей темой о насекомых? А здесь все логично. Разговоры о том, чтобы жить без детей и не вступать в брак, идут сравнительно недавно. Идут призывы не создавать семьи и потомство, переходить к другому питанию. То есть, иными словами, не употреблять определенные продукты, которые бог сотворил для нас. Тенденция сокращения натурального божьего питания плюс искусственно созданная еда, плюс дополненная импортированными насекомыми – все это уже идет полным ходом. Синтетическая еда и искусственное мясо. Сегодня уже на прилавках супермаркета можно купить искусственные макароны, яйца, мед, икру, питательные смеси и другие продукты, наштампованные на фабриках. Например, червей, крыс, жуков, пауков, тараканов, личинок и подобных видов насекомых. При этом некоторые виды кузнечиков были разрешены. Но из-за трудностей идентификации кошерных видов среди огромного числа, то их практически не употребляют. Тем более кузнечики не считались деликатесом, скорее, это была пища для бедняков и исключением из правил. Весь мир переходит на насекомых, добавленных в хлеб, крупы, хлопья, печенье, соусы, шоколад, супы, пиццы и другие продукты. А зачем их добавлять в абсолютно все продукты? Ведь у человека просто не будет выбора в питании. В принципе, все смотрят внутрь плодов, на предмет червяков. То есть, например, вы сорвали яблоко или сливу, и там обнаружили больших червяков. Но вы ведь не съедите их вместе с плодом. Сейчас около двух тысяч видов насекомых были задокументированы как съедобные. Это такие, как муравьи, клопы, мухи и тому подобное. Но большинство предпочли бы их не есть. Это и логично. В этом случае мы не должны унывать. К счастью, мы можем обратиться к главному создателю-творцу и рассказать о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Тем более он наперед знал об этих временах и даст вам ответ, как поступать правильно. Видели личинки червячков? Аппетит вызывает? А теперь посмотрите на земные плоды, созданные Творцом для человека. Вызывают ли они у вас рвотные рефлексы? Ни в коем случае. Они приятны на вид, цвет и очень хороши на вкус. Это один из лучших даров, данных нам Богом. Творец всегда призывает нас питаться правильной, здоровой пищей, которую Он для нас создал. Бог призывает нас держаться здравомыслия и рассудительности, а не идти слепо за этим погибающим миром, который не может дать нам ничего хорошего. Спасибо всем вам за просмотр. Пусть Бог благословит вас в принятии правильных решений. Субтитры создавал DimaTorzok